Добрый день, уважаемые телезрители. У нас сегодня очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ее ведущий, журналист Рустам Вафин. А в гостях у нас сегодня два гостя. Это Солнышкина Марина Ивановна, профессор кафедры теории и практики преподавания иностранных языков Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ, руководитель научно-исследовательской лаборатории Интеллектуальной технологии управления текстами. И Горобец Елена Анатольевна, доцент заведующей кафедры прикладной экспериментальной лингвистики Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ, руководитель научно-исследовательской лаборатории Клиническая лингвистика. Тема нашей сегодняшней программы мы ее обозначили следующим образом. Как там обустроить дистант? С марта прошлого года в бытие и сознание граждан нашей и не только нашей страны Вошло понятие дистант. Я бы даже сказал, что не вошло, оно оборвалось. Массовый, повсеместный и вынужденный перехвод образования, как школьного, так и вузовского, на дистанционные формы обучения. Сейчас, по прошествии 9 месяцев, попробуем подвести некоторые итоги этих преобразований, этой новой формы обучения, увидеть плюсы и поговорить о ее минусах. И как эти минусы нивелировать? Поскольку, видимо, дистант это уже надолго, если не навсегда в нашей жизни. Мне, к сожалению, дети уже выросли, поэтому я могу судить только по своему собственному опыту и, соответственно, студентам, которых я обучала. И я думаю, что, поскольку вопрос, на самом деле, прозвучало два, то есть, как это было и как исправлять то, что было плохо, вот, наверное, в этой последовательности я очень коротко могу сказать. Это был шок, конечно. Это был шок, но это не была паника. И я думаю, что мы, в первую очередь, конечно, как университет, а потом уже как коллектив, очень даже неплохо были к нему готовы. Другое дело, что не полностью, и, конечно, нам пришлось очень быстро обучаться, но у меня, как у человека, который принадлежит не совсем к юному поколению молодых преподавателей, преподавателей, да, наверное, шок был больше, чем у молодежи, потому что, ну, мы уже не поколение большого пальца и совсем не поколение Z. Поэтому, да, пришлось обучаться, да, были опасения, но, вы знаете, я думаю, что вот именно в этот момент произошло то, что, может быть, на каком-то этапе мы даже утратили, когда не было дистанта. Мне кажется, что я стала со своими студентами ближе, потому что у них появилась реальная возможность меня обучать, в том числе до занятия, чуть-чуть после занятия. И в целом сейчас, вот по прошествии тех трех месяцев, да, прошлого учебного года и теперь уже нового учебного года, я думаю, что, я не могу опять ответить за всех, но очень многие из нас ощутили вполне комфортное состояние. То есть наша палитра, палитра тех возможностей, которые у нас есть, как у педагогов, она просто расширилась. А психологически, как студенты восприняли, когда они помогают и обучают своего преподавателя? Это, наверное, для них тоже был такой интересный опыт и, возможно, кому-то было просто любопытно. Было такое, что вот прям у людей азарт загорелся, они сами почувствуют себя педагогами в какой-то небольшой сфере? Ну, во-первых, мы обучаем педагогов, да, то есть у нас немножко попроще с этим. То есть они однозначно, ну, у меня старшекурсники, они однозначно в этой роли уже были. Вот, но с другой стороны, да, то есть, конечно, исчезает некий официоз, да, то есть вот с того высокого штиля мы можем перейти на более разговорный. И мы, как педагоги, конечно, всегда следим за своей речью, но появляется, появляется, да, появляется, ну, вот шаром человеческих, просто дружеских отношений, понимаете? И я считаю, что человек должен быть очень сильным, и педагог в первую очередь, чтобы сказать, я этого не могу, научи меня этому, понимаете? Это требует большой человеческой силы, но вместе с тем делает тебя очень человечным. Вот, и я думаю, что студенты это тоже очень хорошо понимают. И мы много практиковались, в итоге научились, не хуже, чем студенты. Елена Анатольевна, сейчас вопрос к вам, потому что Марина Ивановна, она объяснила, что опыт касается только преподавания в ВУЗе. У вас опыта побольше, в том числе и эмпирического, я знаю, что у вас есть, как бы, дети, которые, в общем-то, учатся в школе, и вы сполна испили всю чашу, что называется, и плюсов, и минусов, когда этот дистанк случился. Я хочу услышать ваш опыт, и потом этот опыт обсудим и обобщим. Да, ну, я начну с того, что у Марины Ивановны опыт это очень побольше. Это даже как-то смешно у нас сравнивать. У вас школьный опыт есть. Да, у меня не совсем школьный опыт, тут вот какой момент. Я бы хотела начать сначала вашего вопроса. Дело в том, что что такое дистант? На самом деле в широкой общественности воспринимается неоднозначно, где-то, может быть, и неверно. Поэтому мне бы хотелось немного вот об этом поговорить. Дистант воспринимается очень по-разному. И студентами университета, учениками школы, и родителями учеников школы. Это надо понимать. Дело в том, что когда речь зашла о дистанте, каждый под этим понял что-то свое. Так часто бывает, когда явления неизведаны. И так получилось, что вот эта вот форма, которая была реализована в некоторых школах, где уроки проводились, ну, допустим, один-два урока в день, а детям задавались задания, которые они выполняли, отсылали учителю, по какой-то причине тоже было названо дистантом, хотя таковым оно не являлось. Когда мы говорим о дистанте, мы должны в первую очередь себе представлять, что мы под дистантом понимаем. И вот уже тогда мы будем более верно, наверное, освещать плюсы и минусы. Та система, которая была в университете для дистанта, и сейчас есть в университете, но я имею в виду вот именно период пандемии и резкий переход. Сейчас эта система тоже есть, потому что в университете гибридное обучение. И вот эта система, она показала себя очень удачной, но не у всех была возможность, ну, и не у всех университетов даже была возможность подключения к такой системе, ну, и, естественно, не у всех школ. Отсюда мы получили очень разные реакции, очень разные результаты. Так, например, платформа Microsoft Teams, она в высшей степени пригодна для дистанционного образования, она действительно создает такую площадку, которую, как вот уже сказала Марина Ивановна, можно использовать для улучшения контакта со студентами, а напротив, не для проведения какого-то водораздела между ними и нами. Я согласна с Марией Ивановной в том, что коммуникация со студентами стала гораздо больше, поскольку они получили доступ к преподавателю практически в любой момент за счет вот этой вот среды, в которой мы все находимся. То есть любой студент может найти любого преподавателя и спросить его о чем угодно. Конечно, до Teams не было такого раньше, и они все равно должны были как-то искать, и это им было менее удобно. Платформа Teams, важно, чтобы мы все это понимали, платформа Teams позволяет реализовывать одну из лучших форм дистанта, именно ту, которая позволяет контактировать со студентом практически face-to-face, но дистанционно. То есть это не такой дистант, который реализуется в рамках образовательных модулей, проходимых чисто дистанционно, без контакта с преподавателем или с редким контактом. Это очень хорошая платформа, которая позволяет проводить пары реальные, вживую, в режиме реального времени. И эти пары по качеству не хуже пар основных, очных, которые обычно проводятся, тех, почему я их так называю, основными, тех, к которым люди привыкли. Почему? Да, мне многие говорят, но в обществе же в основном отрицательная реакция. Да, конечно. А почему такая реакция возникла? Реакция возникла потому, что, во-первых, такая форма была реализована изначально, мало где это, раз, два, человеческий организм, это система живая, и любая живая система, она сопротивляется попыткам деформации, и она пытается оградить себя от каких-то усилий, которые могут ей казаться ненужными. Чем старше человек, тем выше степень его неуверенности и раздражения при освоении программ дистанционного общения, просто потому, что это требует очень больших затрат энергетических и освоения того, чего люди никогда не делали. Именно поэтому, может быть, со стороны самих преподавателей изначально реакция была, ну вот, это же надо осваивать заново, но они достаточно быстро поняли, что там на самом деле сложного ничего нет. Вот это та часть, когда мы говорим о дистанте, когда мы имеем возможность общаться с студентами в режиме реального времени. Если же мы будем говорить о школе, то в школе, конечно, подключение к ТИМС не в каждом возможно, в основном там пользовались ЗУМом, и опыт по ЗУМу тоже немножечко разный. Дистанционный урок тем лучше удавался, я много беседовала с учителями, дистанционный урок тем лучше удавался, чем старше были дети. То есть, чем ближе они к студенческому возрасту, тем легче все протекало, и преподаватели старших классов, они, конечно, спокойнее реагировали на происходящее. В пятом классе очень было тяжело, когда детишки только-только вышли из-под крыла учителя начальной школы, и так во многом вынуждены осваивать новый формат обучения, когда они учатся у разных предметников. В пятом классе, конечно, было очень тяжело. Ну и в начальной школе тоже. Начальная школа, наверное, менее всех готова к формату проведения занятий очень уместных в ВУЗе. Вот наши уважаемые коллеги, партнеры, в частности Карла Мескил, они занимаются как раз созданием цифровых систем обучения. Вот у Карла Мескил есть такая теория, согласно которой есть ребенок, есть платформа, а есть педагог, который является грамотным связующим звеном между ребенком и платформой, и который помогает организовать это взаимодействие правильно. То есть здесь дело не в дистанции как таковом, а в организации взаимодействия ребенка и платформы так, как оно должно протекать. И вот это новое, что приходится осваивать в образовании. Так вот, начальная школа к этому оказалась, конечно, готова меньше всех. Я занимаюсь речевыми расстройствами, патологиями речек, агентивными нарушениями. И на диагностику ко мне в сентябре и в октябре пришло какое-то рекордное количество второклассников и третьеклассников с трудностями в обучении, с проблемами. Причем это нормотипичные дети, то есть у этих детей не было особых проблем раньше. Вот, проучившись полгода на таком дистанте в кавычках, потому что, ну, мне кажется, что свою точку зрения на то, что такое дистант, я только что изложила, они стали испытывать проблемы, когда в сентябре вернулись снова в школу. То есть образовались у них сложности, и родители повели их на диагностику узнать, а вообще с ребенком все ли в порядке, да? Надо сказать, что к ноябрю и декабрю поток стал меньше, то есть дети снова попривыкли, но с чем это было связано? Конечно, такая система, когда с утра присылается информация, которую надо освоить, и ребенок ее должен вечером сдать, она не подходит просто начальной школе, и у них должны быть реальные уроки в режиме реального времени. На платформе подобный Teams очень было бы хорошо, если бы они в это время были просто на уроке. К этому они привыкли бы легко. А вот к такой системе, конечно, привыкнуть сложно. Но и опять же сказать, вот это ужасно, это так не должно быть, это прямо все разрушит. Нет, это неправда. Такая система ведь использовалась и раньше. Мы просто не говорили много об этом, потому что вообще, наверное, это как-то тем не поднималось. Дети, которые учились в начальной школе, при этом имели какие-то проблемы со здоровьем, например, да, еще в мое время, они вынуждены были прибегать к системе в той или иной степени дистанционного обучения и, надо сказать, выучились. Все зависит от того, как эта система организована. И вот для меня вот это как является первичным. Грамотная организация позволяет войти в дистант. Вот как грамотный пловец в воду входит, аккуратненько, профессионально, хорошо. Могу привести в пример лицея Лобачевского, Казанского федерального университета, именно с точки зрения того, как надо подходить к школьникам. Дети, вот Марина Ивановна сказала о состоянии растерянности, которое возникло у многих преподавателей, в том числе, когда они оказались в ситуации пандемии. Вот в лицея Лобачевского ничего подобного не происходило. Преподаватели четко разобрались с тем, что нужно делать. Ну, естественно, администрация, преподаватели. И сумели объяснить все детям так, что у детей даже не создалось ощущение этого перехода. То есть там не было никакой паники, никакой травмы. Детям все спокойно разъяснили, и дети в это вошли. И сейчас уроки, проводимые дистанционно, там все очень хорошо прижилось, именно потому, что правильно сажали, правильно посадишь, так хорошо и вырастет. Могу вот привести такой пример, потому что он мне кажется очень показательным. И мы здесь должны слушать детей. Я опрашиваю студентов. Понятно, что мне, как человеку тоже уже достаточно возрастному, я не буду сейчас делать вид, что мне было легко и просто. Я разбежалась и прыгнула. Нет, это было не так. Конечно, в нашем институте, в институте филологии межкультурной коммуникации, переход на дистант был организован хорошо, грамотно, спокойно. Наши студенты перешли на дистанционное обучение, у них были все занятия по расписанию, и они тоже достаточно быстро привыкли. Преподаватели, может быть, привыкли не так быстро, но и сейчас уже привыкли преподаватели и даже стали находить в этом какую-то прелесть. Дело в том, что если я учу студентов, то мне их надо как-то слушать, обратно отклик получать. И мне поначалу самой было не очень приятно, что они говорят. Нет, ну лекции мы предпочтем, конечно, в дистанции. Я говорю, ну а почему? Неужели вам не хочется живого общения с преподавателем? Ведь на лекции вы можете задать любой вопрос перед вами. Человек, ну, есть харизматичные преподаватели, есть такие преподаватели, смотреть на которых это уже само по себе интеллектуальное удовольствие, и слушать которых вживую. На что ребята мне сказали, да, мы хотим вживую общаться с преподавателями в рамках практик, да, мы вот очень бы хотели, но вот лекции мы предпочтем все же в дистанции, просто потому что, когда мы готовимся к практикам, мы можем, она же записывается, эта лекция, мы можем вернуться к любому месту, и с этого места заново начать. Слушая харизматичного преподавателя, мы не все понимаем сразу, а здесь мы можем пересмотреть ее такое количество раз, которое нам надо для того, чтобы понять, о чем он нам будет говорить в следующий раз. И это системно, у меня достаточно много студентов, я их опросила, интересуюсь этим для себя. Мне кажется, именно поэтому и полезно вот так называемое гибридное обучение, когда часть студентов у нас могут находиться в классе, вот если ты ощущаешь, что тебе нужно, и ты можешь это делать, но при этом осуществляется запись, да, то есть часть студентов находится за пределами здания вуза, и идет запись. То есть в этом случае сохраняется харизматичность, которую преподавателю тоже надо сохранять, да, нам ведь тоже нужны вот эти, нам ведь тоже нужны преподавателям контакт. Вот, а потом, мне кажется, здесь очень важно говорить еще о разных категориях студентов, потому что... Вот это вопрос мне прямо напрашивался. Да, да, потому что вот то, о чем говорит Елена Анатольевна, это же высокосознательные люди, которые строят свое будущее, и которые точно ответственны за все, что с ними происходит. И таких процентов 10-15, 20-20, остальные уже в меньшей степени. Я лучшего мнения студентов. Ну, в данном случае я речь веду о психологических данных, данных психологов, они популяцию человечества хорошо изучают, и 8% лишь популяции человечества способны к построению причинно-следственных связей. Понятно, что среди студентов больше, потому что они сюда приходят, они уже определенно мотивированные люди приходят, но, тем не менее, это все-таки не 19-й век, когда, чтобы попасть в студенты, ты уже получаешь определенный штамп, набор качеств, который иначе ты просто не упадешь. И здесь тоже есть люди разные, и понимаю, что для большинства, для многих, ну, не большинство, я не скажу, но даже я сейчас вспоминаю себя студентам, я так понимаю, если бы я там не ходил на лекции, а там у меня была возможность технической в то время, так как, конечно, возможности не было, слушать лекции, записи, скорее всего бы я их один раз, может, прослушал, ну, чтобы потом прибегать, возвращаться, пересматривать. Вот механизм записи от руки, он же еще связан с мозгом непосредственно, а на самом деле, по сути, тоже отменен в этом режиме, запись лекции от руки. Возможно, это вообще, на самом деле, уже ушло, может быть, я отстал от мира, да, но в дистанте это не подразумевает, мне кажется, вот в той форме, в той форме, которую вы объяснили, потому что дистант уже показывает, что это многомерное понятие. Вы мне сейчас напомнили одну историю из моего далекого прошлого. Можно я ее расскажу? Обязательно. У нас есть на это пять минут. В стародавние времена, когда по земле бегали динозавры, и был еще 1900х год, я столкнулась с тем, что у нас не хватает литературы по лингвистике, которая мне нужна, и мне пришлось ездить в Москву, в Ленинку, и там сидеть руками переписывать. Столкнулись мы с этим несколько позже, когда я уже начала работать в университете, применительно к трудам представителей Казанской лингвистической школы. Их невозможно было найти в интернете в то время. И у меня появилась идея. Они создали нам сайт Казанской лингвистической школы и не оцифровали нам их труды, потому что это даст возможность студентам, аспирантам, ученым из других стран получать оперативный доступ к этим трудам. Один из университетских профессоров мне говорил абсолютно те же самые слова, те же самые, какие вы сейчас говорите. Сказал опасения, скажем так. Да, именно про записывание. Будуэнда Куртыне, сказал мне уважаемый профессор университета, достоин того, чтобы студенты сидели и переписывали его ценные мысли от руки к себе в тетрадь. Они их так лучше запомнят. Я пыталась доказать другое, что когда мы изучаем лингвистику в ее современном состоянии, в современном состоянии еще на тот период, это было достаточно давно, убеждать студента, что необходимо быть монахом, который в скриптории переписывает, мы не должны. Мы должны предоставить ему разные варианты. В общем, время показало, что цифровизация научного блока, цифровизация научной составляющей, цифровизация текста, создание корпусов, цифровизация научного инструментария, в ней минусов-то и нет, в ней есть только плюсы. И такое интенсивное развитие современных направлений в лингвистике, в психологии, в психометрике, оно стало возможным именно благодаря тому, что активная цифровизация стала возможной. корпуса, о которых говорит Марина Ивановна, и автоматическая обработка текста, все это выросло сначала просто из простой цифровизации данных материалов. Здесь ведь, верно, записывать лекцию нужно. И я приведу в пример студентов, которые слушают эту лекцию и записывают конспект этой лекции оттуда к себе в тетрадь, для того, чтобы потом перевести это в материал практического занятия в том варианте, в котором надо. Это есть, я это видела своими собственными глазами, я видела эти тетради. Я думаю, что... Это, вот смотрите, когда, ну, мы были студентами, и до дистанта было очень далеко, даже интернет еще был далеко в ту пору, записывали все. Вот сейчас, когда вы смотрите и видите своих студентов в Тимсе, вы видите, что они записывают, да, или это немножко другое? Потому что сейчас, на самом деле, сейчас подумал, появились же формы перевода звуковых файлов, тексты, это все можно даже не записывать, хотя у тебя все равно получится конспектирование лекции, более даже полное, чем ты был, потому что полностью записывал. Ну, во-первых, вот, опять-таки, реплика, да, относительно того, что Елена Анатольевна сказала, все-таки переписывание и конспектирование, да, это разные вещи, да? То есть, когда мы говорим студентам summarize, да, то есть, делайте вот конспект или сделайте краткую выжимку из того, что вы выслушали или прочли, это все-таки совершенно другие когнитивные механизмы включаются, да? Конечно, конечно. И они крайне важны, их тоже никто не отменял. Вот, поэтому я и говорю вот об этой палитре, да, то есть о том, чтобы, да, вот в этой ситуации, вот сейчас совсем недавний пример, у нас проходит международный саммит, да, международный лингвистический саммит. Я прошу в качестве дополнительного домашнего задания студентам послушать лекцию Черниговской или Рахилиной и сделать конспект, сделать конспект, потому что я понимаю, что с одной стороны это бесконечно интересный и очень нужный им контент, но они там не все поймут. То есть я однозначно понимаю, что мы вернемся во время занятия, это будем обсуждать, и вот тогда им конспект поможет. И я их попрошу потом еще сократить это, еще ужать, до там, я не знаю, двух-трех мыслей основных, которые, каждый из них, может быть, очень индивидуально ослуждают. Ну да, конспект, чем им нравится, это ты, тебя учат выбирать главного из потока информации, достаточно где-то, украшенной, какие-то вензелями, словесными оборотами, ты просто в этажке застричь самую суть и набраться шпунктами. И это очень важная, действительно, задача. Я сейчас понимаю, что у нас ведь тоже, на самом деле, не все конспектировали лекции, по большому счету, была группа, и достаточно большая группа студентов, которым, в общем-то, это было не так важно, они, в общем-то, все, на самом деле, устроили в жизни, как ни странно, несмотря на то, что казалось бы, то есть они, может быть, плохие студенты с точки зрения классического образования. И, по большому счету, дистанция, на самом деле, в этом смысле ничего не меняет. То есть, есть группа студентов, которая будет учиться также с прилежной, старательной, с осознанностью и ввести конспекты и в интернете, инвестиционную форму обучения и будут такие же, которым, в общем-то, они устроятся в жизни по-другому. Возможно, просто это не надо. Если у меня в аудитории сидит 75 студентов, я говорю, что я читаю 75 лекций, потому что каждый из них воспримет то, что он может или хочет. Понимаете? И для каждого из них, по большому счету, нужна своя форма усвоения и потом хранения этой информации, потому что каждый из них устроен по-разному. Поэтому нужно предоставить массу возможностей. Ну, у одного два гаджета, да? То есть вот на одном гаджете он смотрит меня, а на другом он записывает. А у третьего, у второго нет этого, то есть он может записывать мою лекцию. А четвертый вообще в это время в тренажерном зале. Можно делать блок-схему. Дело не в записи под диктовку, да, а дело в блок-схеме, в структурировании этой информации. И структурировать эту информацию удобнее, когда это лекция и записи. И более того, преподаватели часто боятся. Ну вот, мою лекцию запишут, после этого я, наверное, уже и не нужен. Это совершенно не так. Потому что на базе... Кстати, да, это очень был большой, целевый страх. Я точно помню, потому что, особенно в начале, как так нас запишут, а потом мы не нужны. Вот эту тему, я еще вернусь к одной теме, которая меня очень заинтересовала. На базе этой лекции можно двигаться дальше и строить новое. И одна лекция никогда не бывает прочитана одинаково одним и тем же человеком два раза. Это тоже надо понимать. Поэтому даже вот в цифровых образовательных ресурсах, мы же там не пишем лекции целиком, мы пишем содержание, мы пишем какой-то 15-минутный ролик о том, о чем эта лекция конкретно. Что касается записанной лекции, она нужна, конечно, для того, чтобы студент имел возможность к ней обращаться. Я знаю, что это очень нужно, там, где специальности технические, и медикам очень нужно. У медиков есть очень сложные предметы, и они действительно пересматривают по многу раз, и они очень благодарны за эту возможность, потому что сложно усваивать этот материал, его надо запоминать, его надо не просто осознать и обработать, его надо запомнить, уложить, уметь им оперировать. Что касается гуманитарных предметов, тоже есть предметы усвоения материалов, по которым трудно. Оно трудно с первого раза, оно трудно большинству, особенно если мы будем рассматривать ребят, для которых русский язык не родной, и они могут многократно пересматривать, это хорошо. А потом, мне кажется, здесь вот нельзя забывать еще о другом. Я думаю, что остались, наверное, единиц преподавателей, которые просто читают лекции вот в том старом понимании этого слова, которое нам всем известно. То есть наши лекции давно стали интерактивными, то есть наши студенты имеют право задать вопросы не только в чате, они могут включить микрофон и задать мне вопрос. И я понимаю, что вот этот вопрос сейчас прозвучал, а в следующем учебном году он может и не прозвучать, или прозвучит совсем другой. Поэтому вот эта интерактивность, это еще одна, ну то есть возможность этой платформы нашей, да, она еще один плюс. А вот скажите, изменилась ли классические лекции, которые на условиях были до пандемии, и там тоже можно было задавать вопросы преподавателям. А сейчас вы почувствовали, вопросов больше стало через дистанк или меньше? Раньше было в лекционном зале руку поднимали, задавали вопрос, и то, что вам сейчас задают через чат или через микрофон. В разы больше. В разы больше, да? Ну у меня по крайней мере в разы больше. Вы понимаете, то есть я думаю, что это происходит по самым разным причинам, но в первую очередь вот о том, о чем говорила Ирина Анатольевна Азадонцева, вот эта дистанция, мы его называем дистантом, да, а дистанция сократилась. Потому что, ну я просто раньше не знала о Microsoft Teams, я не знала о Zoom. То есть сейчас я веду консультации со своими, ну вот с ребятами, которые пишут, у меня курсовые, дипломы, да, то есть я с ними могу встретиться и на платформе Microsoft Teams, и в Zoom могу встретиться, если можно. Я к чему это говорю, это, наверное, тонкий психологический момент, возможно, я не прав. Моя гипотеза, когда ты находишься в коллективе, в аудитории, у тебя там поток сидит, и ты задаешь вопрос, у тебя могут быть сомнения, а правильно я самулирую, а не подумать, что я там тупой, да, не облажаюсь ли я в этой страхе, а когда ты находишься, пускай в дистанте, но в личном контакте, по большому счету, с преподавателями, и там твой вопрос, на самом деле, никто не слышит, ты можешь как угодно коряво задавать, лишь бы донести суть, но при этом ты не будешь бояться, что в иерархии там, молодежной, ты вдруг упадешь в их глазах. Нет такого, что ощущение свободы именно у людей появилось, вот от этих страхов. Я думаю, что да, вот то, о чем я раньше говорила, да, я думаю, что да, они даже с некоторым удивлением осознают это и понимают, насколько преподаватель близок, то есть, что можно задавать вопрос, что можно написать, то есть, они же пишут в чате, в Microsoft Teams, даже когда у нас нет занятий, то есть, они знают, что я зайду потом туда, вот в нашу команду, да, это так называется, в нашу команду я зайду, у нас меняется русский язык, вот, я захожу в эту команду, я вижу вопрос, который прозвучал, я не знаю, в 11 часов ночи, и я на него отвечу, ну, в рабочее время или в нерабочее время, то есть, вот то, о чем вы говорите, то есть, это индивидуализация, вот, в той форме, в которой, наверное, она должна была бы быть, и, мы же понимаем, что студенты-то все разные, конечно, у девочек больше страхов, у мальчиков меньше страхов. У мальчиков еще страхов, в самом деле, больше, поверьте мне, потому что облажаться мальчику, в коллективе мальчиков, это намного жестче, там у нас иерархия еще есть. Я хочу вернуться к одной теме, к теме младшей школы и тем проблемам, которые столкнулись и родители, и детишки, и школы. Но, начну я вот с чего. Я обратил внимание, в Москве у нас снова введено дистанционное обучение школьников, то есть отменили все в связи с обострением эпидемиологической обстановки очные занятия. И, что интересно, вот вы сказали, что проблемы у младшей школы и пятиклассников, которые перешли из младшей школы в среднюю, получается, средние классы, и по Собянинским указам освобождены от очного обучения, то есть приедем на дистант ученики с шестого по одиннадцатый класс, а ученики с первого по пятый класс продолжают ходить в школу в старом очном формате обучения. Это как раз связано с тем, что вот о том, что вы проговорили, с этим уже столкнулись, это уже поняли, и это решение основано на каких-то научных, видимо, уже получается, выводах. Это не просто из головы вот этих ребят отправим на дистант, а этих оставим. То есть это реально появилось понимание и, соответственно, этот указ родился не с бухты-барахты, а какая-то консультация была возможно с вашими коллегами, теми, кто теорию педагогики изучает, дидактику. Так ли это? И эта мера связана как раз со сложностью восприятия этих младшими классами вот этой формы обучения? В первую очередь это связано с откликом самих учителей. То есть если послушать учителей у кого какие отзывы, то вот отзывы как раз по начальной школе и по пятому классу, что ребята к этому не готовы. Пятый класс это особенная история, потому что они четыре года учились под крылом одного учителя и привыкли к очень четкому контролю со стороны учителя, к тому, что у них вообще ну в принципе несколько педагогов, это базовый педагог, это учитель начальной школы, ну и там учитель физкультуры, учитель иностранного языка. Они всегда испытывают проблемы, переходя в пятый класс, потому что это новая модель, которую они должны усвоить. И проблемы связаны в том числе и с этим тоже, потому что у них нет теперь одного учителя, у них есть предметники, и им надо по-другому немножечко строить свою систему общения и свое обучение. Что касается малышей, то основные проблемы в первом и во втором классах связаны они с тем, что задачей школы начальной является не только обучение предметом, безусловно, но и научить ребенка учиться. То есть пока ребенок не постиг, что такое процесс обучения, переводить его на такую дистанционную форму наверное нецелесообразно. Но это опять же еще раз подчеркиваю вопрос организации. То есть если бы это была платформа Тимс и если бы были возможны дистанционные уроки, я бы дистанционные уроки в режиме реального времени, когда урок начинается в 8.30, все подключаются, дети выполняют задания и все происходит так же, как у нас с нашими студентами, я бы не видела в этом такой уж большой проблемы, потому что к этому как раз это поколение привыкает достаточно легко. Шестые, седьмые, восьмые, девятые классы легко привыкли, им очень много нравится в обучении в гибридном формате. То есть нет, они не то, чтобы не хотят ходить в школу, они хотят ходить в школу. Но вот можно половину так, а половину так. Вот это их устроит наверное в большей степени на данный момент. Что касается малышей, то просто не везде была правильная организация того, как это должно быть. Вот эти задания, которые присылают утром, я повторюсь, задания, которые ребенок должен сделать днем сам в рамках классной работы, потом вечером сдать или сдать это наутро, это, конечно, не дистант. Ну и вот у родителей такая реакция образовалась, я сейчас говорю не просто так, я и сама мама второклассника, она такая реакция образовалась именно потому, что дистантом назвали то, что дистантом не было. Но это была какая-то временная мера, сейчас так уже, конечно, понятно, никто не будет делать. У школы очень разные возможности, у школы разные, тут все понятно. Но это не дистант. Мне кажется, что здесь очень важен еще один момент, способность человека, а эта способность в зависимости от возраста и навыков очевидно разная, способность разделить вот это рабочее пространство и нерабочее. Для ребенка это игровое пространство. Вот то, о чем говорила опять Елена Анатольевна, то есть мы должны научить учиться, и элементом вот этого научить должно быть в том числе умение разделять. Вот здесь начался урок, я работаю, я не играю, а потом я могу поиграть, а потом я опять учусь. И в школе же все хорошо, вошел учитель, да? Ну, опять-таки, да, почти все встали, но один еще бегает, понимаете, а может двое. А потом он еще, знаете, attention seeking, то есть для привлечения внимания он еще вот ручку уронил, да, вот, чтобы все посмотрели. Ну, это не делает его плохим, это делает его другим, и это делает его пока еще ну ребенком. И поэтому, наверное, вот я полагаю так, что коллеги в Москве, наверное, решили, да, что лучше все-таки пока их вот, ну, не удается их вот поймать дистантно. То есть даже, правильно понимаю, даже если организовать правильно дистант по лекалам, которые нам предложила Елена Анатольевна, для младших школьников это может не сработать, потому что отсутствие игрового и учебного пространства совмещения, она тут же смазывает всю картину и готовность этого маленького человека воспринимать знания, когда у него рядом стоит грузовичок, любимый, да, или там компьютерная игрушка, и он может... Сложно здесь вообще с его доступом в интернет без контроля со стороны родителей, понимаете, то есть вот эта система, он же должен иметь тогда свободный доступ к компьютеру, и каждый ли семилетка, восьмилетка, девятилетка может иметь такой доступ, потому что он безусловно не только в платформу зайдет посмотреть, он много чего другого зайдет посмотреть. Здесь надо продумывать и в какой-то степени по меньшей мере делать это мягко, то есть пробовать некоторые формы. Неразрешимая проблема или разрешимая проблема? В массовом масштабе имеется в виду? Разрешимая, но со временем, и вот это то, с чем, наверное, торопиться не очень стоит. Я думаю, что там рисков больше, чем положительных черт. На первом этапе. Рисков гораздо больше. Маленький человек, который попал в такую сложную ситуацию, для него сложная ситуация, хотя на самом деле для него может и хорошая ситуация, то есть у него есть игрушки, никто особо не требует с него знаний, он отвлекается на собственное, непонятное на взрослом развитии, ему комфортно, но процесс обучения может пострадать. И ваш прогноз, если младших классников перевести на дистант, с какими проблемами столкнутся они, выйдя к пятому классу, приходя уже в среднюю школу, то есть они будут просядывать по образованию, по знаниям, по способностям, по возможностям с вами учиться, читать, писать, разговаривать, воспринимать внимание. Знаете, мне кажется, что, если позвольте, я зайду издалека, то есть успех человека в жизни, и в том числе его полезность обществу, зависит не только от блока информации, которым он обладает, и даже не столько от каких-то производственных, полезных навыков, но в первую очередь социальных навыков. Если мы сейчас малышей посадим на, даже если очень хороший дистант, мы получим поколение асоциальных людей. Это очень важный момент, потому что я когда-то разговаривал с одним уважаемым профессором, и он сказал, что, честно, основная масса студентов университет идут не за знаниями, а именно за социальными контактами, социальной адаптацией, получениями связей. Это пример, он приводит, в том числе и Гарвард, где выпускник, может быть, балбес балбесом, студент. Ну, как правило, это дети элиты, но в этом кругу они получают другие социальные, он в спорте может у него хорошо идти, это или он в возобновенных шутках, которые объединяют всех студентов. Он, может быть, не самый лучший юрист выйдет, но как лидер он может проявиться в каких-то других способах, и когда они вырастают, этот круг, это печать знаменитая, кольцо галстук, галстук, клубы их знаменитые, закрытые, студенческие, они создают эту новую элиту, то есть, человек уже не пропадет, потому что он в социальном этом строю. И, похоже, как картина из студенческих годов. Студент к нам приходит, чтобы научиться общаться с девочками, а девочки, чтобы научиться общаться с мальчиками. И только там 10-15% которые действительно усваивают эту мужу. Ну, это, наверное, узковато, только девочек и мальчиков. Ну, я понимаю, что он... Мы же понимаем, мы же понимаем, коллеги, что все это началось не в пандемию, понимаете, все это началось, когда пошли все наши гаджеты. То есть, они общаются достаточно давно, в соцсетях и общаются в онлайне. То есть сейчас просто вот к тому опять диапазону их связей добавился еще один образовательный. И все. И мы надеемся, что не навсегда он будет присутствовать долей, но не в том масштабе, в котором во время пандемии. Поэтому я, конечно, полностью разделяю ваши страхи и согласна с тем уважаемым профессором. Более того, существовали и существуют опросы, когда спрашивали у школьников, в том числе, зачем ты ходишь в школу, чтобы общаться. Спасибо с друзьями. Ну да, 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 да. Вот, конечно, для них это имеет колоссальное значение. Вот, а опять возвращаемся к масштабу личности педагога. Потому что контент не поменялся, поменялись только формы. И даст Бог не навсегда. Другое дело, если преподаватель боится настолько и передает родителям, в том числе, и студентам какой-то такой месседж, который и у них отбивает охоту от этого. Понимаете? Ну вот, нельзя вступить во вчера. Вот все, о чем мы сейчас говорим, это по большому счету просьба вернуться во вчерашний день. Не вернемся. Надо научиться просто пользоваться этим мудро, разумно. Сделать так, чтобы у детей не было страха, у родителей не было страха. Я хочу поговорить сейчас об одной группе людей, для которых желание вернуться, вернуть все как было, взад, очень важно. Ну, для них это действительно вполне может быть важно. Это родители. Родители, которые столкнулись в том числе с неправильным дистантом, когда им пришло, то, что раньше контролировал учитель, то есть поведение ребенка, его просто внимание, то сейчас вдруг родители, которые, как правило, работают, родители, у которых масса вообще дел, которые раньше они просто сбрасывали на школу, то сейчас они оказались один на один со своим чадом, которого надо учить вещам, которые они уже не помнят, не знают. И это чадо, ну, в общем-то, ведет себя с их точки зрения, ну, никак и не привыкли. Они закончили школу, другую школу. И то есть они должны тратить время, они должны, вот, вы описывали, когда задания скидываются, на самом деле делают родители очень часто. Они просто тратят безумное количество времени на эти дела. Вопрос у вас отличный, на самом деле, но здесь опять, опять, какой дистант? Дело в том, что родители должны заниматься своими детьми. Родители никогда не должны сбрасывать на школу вопросы воспитания своего ребенка, вопросы его организации, вопросы формирования его личности. Хотя ребенок ходит в школу и, безусловно, от учителей получает многое, и они тоже формируют его личность. Но требовать родителей от школы, это, конечно, не должны. Все мы понимаем, что ребенок, это, в первую очередь, наш ребенок. Но учиться за ребенка родители тоже не должны. И когда система, где бы то ни было вообще организовано таким образом, что ребенку либо задаются задания, которые он не может сделать сам, либо такая программа избрана в школе, что ребенок не может ее осваивать без родителей или без репетитора или без кого-то. Дело здесь не в том, что родителям лень заниматься со своими детьми. Дело здесь в том, что основной задачей школьника в начальной школе является научиться учиться самостоятельно. Здесь не должно быть родители. Родители должны обеспечивать этот процесс. Если он ходит точно, они должны закупать ему соответствующие школьные принадлежности, он должен быть сыт, одет, умыт, они должны максимально ему психологически помогать. Но учиться за ребенка это и в дистант и не в дистант неверно, это неправильно. Таким образом формируется совсем не то, что надо. И эта проблема не проблема дистанта. Проблема сложности школьных программ и их адекватности к когнитивному и речевому развитию детей это очень важная проблема для нас с Мариной Ивановной с совершенно разных сторон. Марина Ивановна занимается проблемой сложности текста и создания адекватных учебных материалов, которые соответствуют когнитивным и речевым способностям. Я занимаюсь патологиями речи. То есть мои подопечные это ребята, которые имеют те или иные проблемы с речью, с развитием и трудности в обучении. Мы подходим к одному и тому же, но с разных концов. Так вот, это другой вопрос. И это вопрос не дистанта. На дистанте материалы не поменялись резко и не стали вдруг непосильными детям. Проблема непосильности некоторых материалов для детей, она достаточно давняя. И здесь нужен вообще отдельный разговор, отдельная встреча. Она обострилась просто. Вот дистант. Обострилась проблема или нет? Вы правильно сказали, что давняя, да? Почему обострил? Как это проявилось? Можно об этом рассказать? Родители просто, те родители, которые не делали с детьми уроков, они просто посмотрели и пришли в состояние некоторой паники. А те родители, которые уже делали с детьми уроки, в состоянии паники вошли гораздо в меньшей степени, потому что они все это уже видели. Просто поменялась форма, в которой они будут помогать своему ребенку. Не секрет, что в начальной школе у большинства детей уже есть репетиторы. Ну, что, конечно, неправильно. То есть, эту проблему создал не дистант. И дело здесь не в том, что родителям просто некогда заниматься с детьми. Вот я с этим совершенно не согласна. Здесь проблема в том, что родители не должны брать на себя эту функцию, функцию учиться вместо ребенка. А если система дистанта в какой-то конкретной школе организована таким образом, что ребенок не может в ее рамках научиться самостоятельно, значит, пока не подходит. Значит, надо ждать, пока данный ребенок дозреет до самостоятельного обучения. Я думаю, что здесь мы должны говорить все-таки о соответствии контента, которому мы обучаем ребенка, его когнитивным и лингвистическим способностям. Потому что мы очень много встречались во время родительских собраний, вот в рамках нашего исследования, нашей лаборатории. Мы очень много встречались с родителями. Проводили исследования и в сельских школах, и в городских. О чем говорят родители? Они говорят, что сложность учебника, текста учебника такова, что родителю приходится пересказывать. И вот когда он пересказывает ребенку, ребенок все понимает. То есть это что? Это означает, что текст написан таким образом, что ребенок один не справляется. Он не справлялся и раньше. Но просто родители это в меньшей степени замечали, потому что он все-таки ходил в школу, и там, наверное, каким-то образом он слышал. Учителя добирал. Ну, где-то добирал, где-то пропускал, да. В конце концов, демотивировал иногда. Понимаете? Я имею в виду, контент демотивировал учащегося. А сейчас это в большей степени обострилось. То есть просто эта проблема сейчас навалилась на родителей в полной мере. Раньше если была проблема школы, которая мучилась с теми программами, которые, как правило, еще навязаны сверху, по большому счету. Ну, родители, скажем так, с ней познакомились. И они познакомились с ней изнутри. Просто интернет, если посмотреть, завален и шуточными, и злыми сканами учебников, сканами каких-то учебных пособий, почему именно для младших классов, где родители там действительно или смеются, или рвут волос на голове, потому что какие-то дикие, несоответствующие реальности, примеры, или примеры, которые ребенок просто не знает еще. Он до этого не дошел, до этих знаний. Знаете, мне кажется, что в описании ситуации мы подошли к тому достаточно важному моменту, нам всем хорошо известному, когда низы не могут, а верхи не хотят. Или наоборот, верхи не хотят, а низы не могут. То есть учебники настолько не соответствуют в большинстве своем, к сожалению. И это ощущают сейчас все. И поэтому то, что происходит сейчас в нашей системе, в определенной степени революция, и в определенной степени мы в данном случае являемся реформаторами, я имею в виду как вуз, а реформа это всегда очень тяжело, это всегда очень болезненно. И причин там множество. Поясните реформаторское начало, разрешите, пожалуйста. Я думаю, что Елена Анатольевна уже очень хорошо сказала, но опять мы оказались пионерами для внедрения вот этой, в первую очередь, платформы Microsoft Teams, во-вторых, мы показываем, что это может работать, и может работать хорошо, но мы вместе с тем понимаем ограниченность этой системы для определенного возраста, понимаете? А то, что реформа нужна, то есть это реформа форм, да, вот связи со студентом, а должна быть еще реформа контента. Мы пришли сейчас к пониманию, поскольку поменялся канал связи между обучаемым и обучающимся, мы теперь поняли, что оказывается все то, что делал учитель, то есть упрощал текст, легло на плечи родителей, они с этим не справляются, они профессионально не могут это делать. То есть нам нужны новые учебники, и текст будет изначально уже упрощен, например? Не обязательно упрощен. Почему упрощен? Он может быть, я почему употребляю этот термин упрощен, потому что родители это чаще всего делают. Мы должны найти такие тексты, которые соответствовали бы возрасту. Да, да. То есть для этого нам нужно сначала оценить и самих детей, то есть понимать, с чем мы сталкиваемся, потому что это тоже будет меняться, это же тоже не какое-то понятие, которое постоянно остается на одном и том же месте. То есть мы должны расти вместе со своими детьми. Мы должны давать им тот материал, который предоставлял бы им определенную, очень хорошую свободу развития. Когда вы сказали о том, что Казанский федеральный университет находится, скажем так, на передовых рубежах реформирования, в том числе системы образования, и даже тех учебников, которые сейчас вызывают сложности для процесса обучения. Для процесса обучения. Если учебник непонятен, нелогичен, не соответствует возрастным особенностям учеников, характеристикам, то это учебник, который только разрушает на самом деле, создает проблему. Конечно. И соответственно нам нужны учебники, которые бы эту проблему не создавали, а решали. То есть учебники, которые соответствуют способностям первых, учеников первых, вторых, третьих классов. И которые мотивируют. Вот первый закон преподавания, да, не убей, не убей любовь. Понимаете? Вот наши учебники в большинстве своем, вот в том виде, в котором они есть, я не говорю огольно обо всех, они убивают любовь, они демотивируют. Они делают из детей людей, которые хотят только играть. И которые вообще текст не воспринимают. Они закрываются, они зашориваются от этого текста. Вот что происходит, это самое страшное. А вы анализировали учебники, которые в школе сейчас находятся, в современной школе, на предмет вот именно таких разрушительных последствий? Или наоборот, вы можете порекомендовать, что вот этот учебник, да, он действительно соответствует с научной точки зрения, с точки зрения сразу смысла развитию детей? На самом деле, спасибо вам за этот вопрос, потому что это очень амбициозный план, но мы его перед собой поставили. Мы собираемся создавать как раз цифровую платформу, которая будет содержать метаданные об учебниках, в том числе каталог учебников с определенным уровнем индексом сложности. Вот, и на самом деле такого рода платформы есть практически во всех странах. И именно эти платформы помогают прописывать индивидуальные траектории обучения для детей. Потому что дети, обучающиеся в одном классе, к сожалению, не всегда могут читать один и тот же учебник. Поэтому вот в цивилизованных, зарубежных странах, в очень многих странах, сам учебник подается не одной толстой большой книгой, а тетрадочками, главами, в течение которой ребенок может либо вырасти, либо остаться на том же уровне, либо, к сожалению, упасть. И тогда следующая глава ему подается немножко на другом уровне. Не для того, чтобы задержать его развитие, а чтобы сохранить мотивированность. Потому что мы тоже это все знаем. Это расхожие слова. Мне даже несколько неловко об этом говорить. Потому что знание получается только когда он зацеплен на эмоцию. Вот только когда здесь и здесь вместе. Как только у нас не возникает никаких эмоций, мы не запоминаем. Мы не запоминаем, мы не усваиваем. Понимаете? Вот. Поэтому там должна сохраняться еще вот эта эмоциональная составляющая всегда. Именно, может быть, поэтому и с дистантом проблемы. У вас руки не чешется написать такой учебник, где там для... Ну, я так понимаю, вот младшие классы, вы чувствуете там проблемная зона, да? Очень серьезная. Ну, мы все чувствуем эту проблемную зону. Судя даже по реакции родителей в соцсетях, в интернете. Самих руки не чешутся. Вот здесь написать учебник, который бы и сердцем, и головой, и эмоциями, и разумом бы работал. Область исследований лаборатории Марины Ивановны вовсе не заключается в том, чтобы раскритиковать все имеющееся и создать что-то новое и идеальное. Отнюдь анализ сложности тех или иных материалов и применение их уже существующих материалов к нужной целевой группе. То есть проблема здесь состоит не в том, что учебник вот как-то сам по себе плох. Проблема состоит в том, что то, что предназначено класса для седьмого, почему-то вдруг иногда предлагают классу третьему. И это оказывается... И наоборот, это так же демотивирует. То есть здесь дело не в том, чтобы критиковать. Вообще я по природе не критик, и из всего я пытаюсь извлечь что-то положительное и использовать положительное, пытаясь оставить в стороне отрицательное. И здесь тоже. Да, я по первому образованию филолог, лингвист. Я, собственно, лингвистом и работаю. И я как лингвист не понимаю некоторые программы по русскому языку для начальной школы. Я их не понимаю с самого начала, когда программа начинается с синтаксиса. Ну вот мне это непонятно. Чешутся ли у меня руки написать такой хороший, идеальный, который никто не покритикует никогда. У меня у одной, если они чешутся, то это очень плохо. Потому что это один человек не делает. Это делает большая исследовательская группа, и любой учебник базируется на хороших научных данных, на очень больших, широкомасштабных, географически разных выборках. То есть не надо делать учебник, ориентируясь на школу города Казани. Не надо делать учебник по русскому языку, ориентируясь на школьников города Москвы. Все, ну вот я про психометрику немножечко расскажу. Когда мы делаем батареи оценки речи детской, мы должны сделать проект географически различным. То есть мы должны взять детей из Омска, из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Казани, отовсюду в России, чтобы наша выборка получила значимое. Так положено, так нужно делать. Поэтому одна я не напишу такой учебник. Поэтому у меня руки совершенно не чешутся. Но попасть в такой рабочий коллектив, который хотел бы этим заниматься, конечно, создавать такой рабочий коллектив, конечно, мы все этого хотим. Здесь немножечко не в этом дело. Здесь дело в той пресловутой индивидуализации образовательной траектории, о которой очень много говорится еще с тех пор, когда я пешком под стол ходила, но которую не совсем понятно, как реально реализовать. Когда с помощью автоматической обработки сложности мы сможем ранжировать эти материалы по сложности не с точки зрения моей, не с точки зрения Марины Ивановны, безусловно, очень субъективные. И наш весь бэкграунд не позволяет нам объективно на это смотреть. А вот это будет сделано по набору автоматически оцениваемых параметров. Плюс между вот этой платформой и вот этим ребенком будет еще педагог, который будет в состоянии отобрать нужный материал из имеющихся у него вариантов и предложить ребенку. Здесь мы решим проблему с разных сторон. Вот часто говорят, зачем вот эта проблема сложности текста, зачем это все делать. Мы упростим программу, и они у нас будут просто на более простых материалах меньшему учиться. Это не так. Возьмем учеников спецшколы. Ученику спецшколы нужен более глубокий материал, более продвинутый. Там надо как раз сложнее. Проблема сложности текста здесь, Марина Ивановна, решается так, что они подбирают детям нужный и материал. Зачем многократно рассказывать ребенку то, что он уже знает, то, что он уже прошел. Мы для него выберем что-то новое. Дети с особыми возможностями здоровья. Сейчас инклюзивное обучение. Дети с особыми возможностями здоровья учатся в школах, в обычных классах. Мне искренне жаль учителей, потому что это очень разные особые возможности здоровья. И у учителей нет никакого инструмента, с помощью которого они могут индивидуализировать, реально индивидуализировать его образование. То есть нет вот этой тетрадки, которая выглядит так же, как у остальных, но там немножечко другой контент, который соответствует уровню вот этого ребенка, по которой он пройдет и станет на ступеньку выше по отношению к себе же самому. Здесь проблема решается и для очень одаренных детей, и для лицеев, и для спецшкол, и для детей с ОВЗ, которые учатся в рамках инклюзии, ну и не в рамках инклюзии тоже. На самом деле здесь не в том дело, что все кругом неправильные учебники пишут, а мы хорошие. Вообще не в этом. Мы говорим о проблеме комплексно. Когда вы сказали, что целая линейка учебников, целая система учебников, которые взаимосвязаны не только в рамках одного предмета, но и других предметов, и вы сказали, что у вас есть программы, которые могут анализировать тексты, в том числе учебников, а у вас не было такого соблазна, может вы это делали даже, взять старые советские учебники, которые для многих считаются до сих пор эталонными, прогнать их через программы и сравнить с нынешними учебниками. Были такие эксперименты у вас, и к каким результатам вы пришли? На самом деле, вот то, о чем вы сказали, так достаточно быстро, да, взять учебник и оценить его сложность, процесс достаточно трудоемкий. Мы оценили уже больше 147 учебников, и до советских учебников у нас, к сожалению, пока руки не дошли, но мы хотим, мы двигаемся в этом направлении. Они есть, к счастью, эти учебники, и вот то, о чем вы говорите, сделать можно. Мы, допустим, сравнивали две линейки учебников по обществу знаний, достаточно известных авторов, и оценивали мы их не только с точки зрения сложности, что было первоочередной целью, мы сравнивали с точки зрения так называемого сентимент-анализа. То есть какой положительный, отрицательный настрой ребенок испытывает, читая эти тексты. Потому что это тоже важно, вот то, о чем я говорила, да, то есть знание всегда должно зажигаться об эмоциях. Вот, и мы обнаружили, что вот в одном из учебников там больше негатив. То есть один и тот же предмет, приблизительно одни и те же темы, но несколько в разной последовательности, но негативы там больше. То есть ты будешь читать учебник, и тебе будет просто, ну, не очень хорошо. Вот, а второй учебник, там на 20% больше позитива. Причем, когда я говорю 20%, это точно 20%. Вот, поэтому, да, мы попробуем, наверное, к советским учебникам обратиться. У нас была еще идея вообще к царским обратиться. Безумно интересно. Вот, если вы это сделаете, я вас обязательно позову сюда, мы обязательно поговорим. Надо только научиться распознавать все буквы, потому что это тоже серьезно. Потому что вот этот при-процессинг, подготовка к загрузке в машину, она достаточно длительная. То есть чистить текст приходится очень много и долго. Это трудоемкий процесс, но двигаемся, научимся и так. Когда мы говорим о дистанте, когда мы говорим о университете, о ТИМСе, о лицее Лобачевского, о каких-то городских школах, достаточно обеспеченных или комфортных, где могут образовательный процесс организовать, включая эти программы, Zoom, ТИМС. Но я вот видел сельская школа, детишки на дистанте обучались через WhatsApp. То есть, да, присылание заданий. Ну, это я же и говорю про организацию просто. Дело в организации, не в дистанте. Есть ли технические возможности, нет ли таких технических возможностей, чтобы это просто организовать, да? Что делать вот для таких школ? Что делать в таких школах? Как там можно выправить ситуацию или хотя бы минимизировать эти сложности, которые возникают там у всех, на самом деле? У всех это стрессы для учителей, для учеников и для родителей, которые сидят в первую очередь, особенно в сельской местности. Ну, мы с Мариной Ивановной вопрос технического обеспечения, конечно, не будем обсуждать просто потому, что мы у них некомпетентны. А вот тут как раз становится первичным контент. Учебник, как раз тот самый учебник. Здесь контент становится определяющим. Если контент адекватен, все будет хорошо. Я вам опять же расскажу историю из стародавних времен, когда по земле бегали динозавры, и был 1900 какой-то год. Мы с братом, с моим старшим, очень много болели. И я в сущности не посещала ни детский сад, ни начальную школу. Ну, то есть как не посещала? Я посещала, я приходила, три дня училась, потом три недели болела. Мы все время болели простудными заболеваниями, так получилось, что все начальное образование я получила вот в этом дистанте, который в кавычках. То есть у меня не было никакой естественной платформы, тогда их вообще не было. У меня не было ни прямого контакта с учителями, ничего. У меня были одноклассники, которым я ежевечерне звонила, они мне сообщали, какие задания. И я их системно делала. То есть я системно прорабатывала материал классной работы, потом делала домашнюю работу. Если организовать контент таким образом, то и проблема ребят в школах, где с интернетом сложности какие-то там есть, она наполовину будет решена. Если взять и ребенка посадить на ту программу, в которой он половину не может сделать сам, и ему нужен кто-то. Независимо от того, в онлайне он или... В селе он или в городе. Это не важно абсолютно. Сейчас это не важно абсолютно. Тогда он с этим не будет справляться, и возникнет вот это вот, во-первых, переживание у него, во-вторых, переживание у его родителей. Потому что эти люди не готовили себя к роли педагогов в большинстве случаев, и они не знают, как подавать этот материал. Почему школьный учитель справляется с этим? Очень сложный материал, как он его подает. У него большой опыт, он знает, как его подавать. А родитель сталкивается с этим первый раз, и как он это должен объяснять, он это не понимает? То есть растет, понимаете, на страхе и непонимании того, что там написано, накладывается еще страх перед техникой, да? Или отсутствие там вообще интернета, вот еще добавочный, да, какой-то раздражитель появляется. А мы же говорим, здесь все очень, на самом деле, все очень просто. Три слагаемых успеха. Контент, хороший контент, да? Вот, мы говорим, хорошо работающая техника, ну, Microsoft Teams, я не знаю, что может быть, еще что-то лучше, да? И личность педагога, который обеспечивает эту эмоциональную связь с обучающимся. Вот, все. Ну, еще четвертая составляющая, наша помощь, конечно, этим педагогам, и, ну, и, конечно, сейчас им нужны новые курсы, им надо показать, как что может быть поменять, и какие материалы, может быть, подключить. Это, это, конечно, тоже. Чего они боятся, да? Но вообще, все так. Вы знаете, я хочу задать, наверное, уже завершающий вопрос. Можно ли организовать учебный процесс через игры? Такие эндорфинно-дофаминовые игры, которые вот выдают плеск эмоций, стрелялки, пулялки, не знаю, стратегии. Ну, чем-то занимаются наши детишки, и не только детишки. К чему этот вопрос задаем? Потому что, когда я этот вопрос задавал нашим уважаемым айтишникам, можно ли организовать учебный процесс, например, английскому языку через игру. Да, вот там стрелялки, пулялки, и параллельно идет какой-то заучивание фраз, слов, возможно, какой-то, чтобы там открыть какую-то дверцу, тебе надо поговорить, там, на английском эту фразу произвести. И очень скептически отнеслись к этому моменту, по такой простой причине объяснили, что любое обучение без насилия над собой невозможно, а игра не предполагает насилия. Если там есть насилие, эта игра не будет популярна, она никому будет не нужна. Как вы относитесь, возможно, ваш взгляд не айтишников, а профессиональных педагогов, он будет другим, и через игры действительно можно дать что-то детям в плане обучения, возможностей их обучения. Можно на эту тему поговорить? Нет, на самом деле ответ у меня есть, потому что я его прочитала достаточно давно в литературе, а потом были последние исследования, проведенные в том числе нашим консультантом у нас в лаборатории. Наша лаборатория сотрудничает очень активно с Даниэлем Акномарой, ее лабораторией, это университет штата Аризона. Исследования проводились крупномасштабные. Там вывод, практически совпадающий с тем, о котором вы говорите, что игра не обучает, но игра может очень хорошо мотивировать. Вот опять мудрый преподаватель всегда сделает так, чтобы вот игрой настроить, создать настроение, а потом сказать, ребятки, а вот сейчас мы выйдем из этой хорошей зоны комфорта, где вам было хорошо, а сейчас нужно потрудиться, надо засучить рукава, ну вы же сейчас в хорошем всем настроении, вперед. Нельзя выучить английский язык, китайский, немецкий, любой, ну ничего нельзя выучить, понимаете, прохлаждаясь, или за два месяца, или иногда перелистывая книгу. Нет, это труд, это труд, и это выход всегда, выход из зоны комфорта, это всегда тяжело будет. И мы не должны, я считаю, что это вообще морально, говорить детям, ну и взрослым тоже, что можно что-то получить играючи. Нет, никогда. Но с другой стороны нельзя постоянно зубрить, да, надо играть, надо настроить детей. Помните в том самом старом советском фильме, он сказал, нет, вы сегодня есть не будем, ребят, сегодня без завтрака, мы сегодня полетим в космос. И все оживились, надели космические костюмы, но перед полетом нам нужно подзаправиться. Вот, понимаете, вот оно мастерство. И если ты организовал так учебный процесс, у тебя все будет замечательно. Три минутки на игру, три минутки, но потом, поехали, работаем. На этой замечательной ноте. Мы закончим нашу сегодняшнюю программу, наш сегодняшний разговор. Спасибо большое, я еще раз для наших телезрителей представлю наших гостей. Это Марина Ивановна Солнышкина, профессор кафедры теории и практики преподавания странных языков, института филологии межкультурных коммуникаций КФУ, руководитель научно-исследовательской лаборатории, и интеллектуальной технологии управления текстами. И Елена Анатольевна Горобец, доцент, заведующий кафедрой прикладной экспериментальной лингвистики института филологии межкультурных коммуникаций КФУ, руководитель научно-исследовательской лаборатории клинической лингвистики. Я, ведущий, журналист Рустам Вафин. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин